Швейные предприятия республики перешли на новый ассортимент. Дефицит нетканных медицинских масок вынудил их начать выпуск аналогичной продукции с трикотажа. Наталья Мальчикова расскажет, как новый бизнес-план в непростых экономических условиях позволяет малым предпринимателям оставаться на плаву. Текстильные маски сегодня на пике популярности. В республике их шьют сразу несколько предприятий. Оптовые заказы идут и от наших соседей. Там возможности перепрофилирования меньше, привлекают швейнодомниц. В Чебоксарах с этим проще. В день мы отшиваем порядка 2000 изделий. Отшиваем по нормам, пришедшим к нам от Минэкономразвития. Эти маски у нас отправятся в Татарстан. Это оптовый заказ. Здесь в данный момент находятся 2000 единиц. Наши маски отправляются на предприятие Лара. Туда мы поставили порядка 7000 штук для всех сотрудников. Также наши маски отправились в Шумерлю, в производство КАФ. Также они помогают сотрудникам предприятия для работы, для того, чтобы предприятие не останавливалось. Кроме того, что маски помогают обеспечить безопасность в период пандемии, они еще спасенней и для самого малого бизнеса. Так как другие заказы пока приостановлены. Производство масок рассчитывают наращивать. Работа несложная. Руки набиваются сами. Наша операция заключается в притачивании резинок. И все. Заготовки после оверлаков идут к нам. И мы уже потом настрачиваем резинку. Готовые изделия перед отправкой заказчику проходят в строгий контроль. Изготовители напоминают, эти маски нестерильные. Перед использованием их необходимо постирать и отпарить. Наталья Мальчикова, Валерий Рязюков, Республика.